Идеи для мини-приложений можно придумать бесконечно много, но, как правило, взлетают далеко не все. И для того, чтобы не тратить время на реализацию мини-приложений, которые не будут востребованы пользователями, важно заранее протестировать эту идею. А сегодня мы поговорим о нескольких простых инструментах, которые помогут вам в тестировании идей. И первое — это качественное исследование. Например, вы можете заранее провести глубинное интервью с вашей потенциальной целевой аудиторией и узнать их привычки и востребованность мини-приложений среди этих пользователей. А также это отличный способ протестировать гипотезы по фичам вашего сервиса и каналам его продвижения. Для проведения качественного исследования вам нужно на самом деле всего несколько человек, не более десяти для начала, но именно тех, кто может являться целевой аудиторией вашего сервиса. Методик качественного исследования огромное множество. Я не буду вам рекомендовать что-то конкретное. Вы можете выбрать сами. Главное, что все не базируются на интервью с заранее подготовленным вопросом с полным развернутыми ответами для конкретной целевой аудитории. Ну и еще совет. Не зацикливаться долго на этом этапе, ведь идеальных исследований не бывает. Кстати, одним из видов качественного исследования являются коридорное тестирование. Это быстрое тестирование разрабатываемого интерфейса или идеи самого сервиса, цель которого — убедиться, что пользователь воспринимает его именно так, как задумано разработчиками, и найти возникающий при воиспользовании барьера. Коридорные тесты получили такое название, потому что они помогают максимально быстро получить обратную связь. Достаточно просто выйти в коридор и провести такой тест с тремя-пятью коллегами. И вот, мы уже получили фидбэк, потратив минимум времени. Как искать респондентов для коридорки? Для коридорных тестов не всегда нужно искать целевых респондентов. Во многих случаях тесты можно проводить с командой. Если речь идет о базовых вещах, ребята из вашей команды легко обнаружат проблемы, с которыми, скорее всего, и столкнутся реальные пользователи. Второй способ — количественное исследование. Здесь важно охватить как можно большее количество человек из ядра потенциальной аудитории вашего сервиса. Такие опросы имеют главное назначение — это сформировать как можно больше ответов на интересующие вопросы, для того чтобы проверить свою модель или гипотезу на большем количестве людей и убедиться, что ваша идея интересна не только некоторым знакомым людям или друзьям, но и большому количеству аудитория. Питчинг. Как много боли в этом слове? Для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Мог бы сказать Александр Сергеевич, если бы в его времена он был моден. Питчинг — это один из самых простых способов проверить свою идею на адекватность и научиться работать с возражениями. Возможно, это самый важный навык, которым вам необходимо приобрести. Ибо только рассказ о своих идеях и их грамотной презентации позволят миру узнать о вашей идее. Apple бесспорно делает очень хорошие продукты, но ждали бы люди так сентябрь, если бы Стив Джобс не начал проводить свою ежегодную презентацию. Я больше чем уверен, что Стив Джобс и Александр Сергеевич прошли большой путь, чтобы научиться рассказывать свои идеи, выступать перед большой аудиторией и не бояться критики. Какие же виды питчинга бывают? Выделяют три основных типа питчинга. Рассмотрим их чуть подробнее. И первое — это выступление в лифте. Самый краткий формат. Его цель — просто установить контакт. Тервин появился из-за скорости презентации. Считается, что она должна длиться 30 секунд. Как поездка в лифте. На практике это еще более короткий промежуток времени. У вас есть не более 15 секунд, чтобы привлечь внимание, а значит, в речи должны быть включены только самые важные ключевые моменты. Второе — выступление-презентация. Этот формат распространен на мероприятиях и конкурсах. Питчинг проекта занимает 3 минуты. За это время вы можете представиться, озвучить проблему, решение, а также описать бизнес-модель и прогнозы по рынку. Третий — это выступление перед инвесторами. Этот питч самый информативный и занимает около 10 минут. Такой формат актуален, если уже есть заинтересованность другой стороны и ваша идея готова рассматривать всерьез. Теперь мы знаем, какие форматы бывают. Осталось понять, как к ним подготовиться. И первое — определите целевую аудиторию. Вы должны четко понимать, кому вы рассказываете о своем проекте и выделить ключевую потребность. Предположим, вы захотите сделать приложение для бега. Вряд ли данное приложение заинтересует частых пустителей ночных клубов. Однако оно будет вполне уместно на поле для гольфа или на спортивной площадке. Второе — сформулируйте идею. Избегайте большого количества водных слов. Старайтесь апеллировать фактами и цифрами. Как не привлечет внимание. Все мы знаем, что бег полезен. Кому полезен? Мне и на диване неплохо. А как заинтересует? Вы знаете, что за последние 10 лет количество людей, которые увлеклось бегом, выросло на 17% относительно 2013 года? И это только официальная статистика марафонов. А сколько еще людей не участвовало в них? И именно этой аудитории очень важно отслеживать свой прогресс, а спортивным компаниям продвигать свои товары на эту аудиторию. Третье — сокращайте свою речь. Если предложение можно вычеркнуть без потери смысла, оно должно быть вычеркнуто. Лучше всего об этом расскажет Максим Ильяхов в своей книге «Пиши сокращай». Четвертое — не увеличивайте цифры. Все мы хотим иногда немного приукрасить, но если перед вами стоит человек, который понимает рынок, на котором вы играете, это выставит вас в негативном свете. И в дополнение к тому же пункту трижды перепроверьте всю статистику, на которую ссылаетесь. Это очень важно. Пятое — отвечайте на вопросы максимально четко, без вводной информации. Вы должны очень хорошо понимать свой продукт, чтобы ответ на вопрос был максимально подробным. И напоследок — несколько советов, как перестать бояться рассказывать про свои идеи. Тренируйтесь как можно чаще. Для начала рассказывайте свою речь перед зеркалом. Смотрите на себя в этот момент. Как вы жестикулируете, как говорите. Запишите свою речь на камеру и пересматривайте. Привыкните к своему голосу. Рассказывайте свою речь друзьям и знакомым, причем как можно чаще. Просите их задавать вопросы. Ведь чем больше вопросов, тем больше это позволит вам чувствовать себя увереннее. Вносите в свою речь корректировки. Какой бы гениальной она ни казалась в начале, очень важно не бояться изменять и дополнять свой спич. Следите за таймингом своей речи. Если у вас есть 3 минуты, а при прогоне она заняла 15, сокращайте. Найдите упражнения для техники речи и практикуйте их перед каждым спичем. Не рассматривайте свою речь как оборону. И помните, на той стороне, даже если задают очень много вопросов, люди не рассматривают вас в негативном свете и не являются вам врагами. Если есть вопросы, это значит, что вы уже заинтересовали оппонента, а значит, вы на правильном пути. И самое главное — говорите чаще и не бойтесь отказов. Джон Роулинг получила 14 отказов, прежде чем продать свою книгу издателю. И подозреваю, что к 15-му она уже была лучшим спичером. Каждый отказ делает нас сильнее и помогает скорректировать свое предложение. Терзайте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...